Когда в Барнаул приезжает один из лидеров чемпионата, то особых подвигов от хозяев и не ждешь. Однако волейболисты университета с этим были не согласны. На матч против Челябинского «Динамо» вышли заряженными на победу. Проблемы начались после первого сета. Гости выиграли первую партию уверенно 25-17. Первую партию смотрели, как соперник хорошо играет. Из-за этого сами, да, то, что мы готовили, распирали, не смогли ничего показать. Поэтому после первой партии выдохнули, собрались. После такого выдоха команда Ивана Воронкова начала делать уверенные шаги к камбэку. То есть догнать соперника по счету, а потом и выйти вперед. Дальше студенты по полной включились в игру и начали показывать свой сценарий. Вторая партия за нашими 25-20, так же, как и третья. Судьба поединка решилась в четвертой партии. В перестрелке лучше был университет. Общий итог игры – 3-1 за Барнаулом. Результатом очень доволен. Может быть, содержание игры немножко оставляет желать лучше. Результат есть результат, да. Но, значит, есть момент, потому что вначале какая-то, может быть, закрепощенность была. Что вот лидеры, там, второе место у них. Ну, я вам скажу, что и первое место мы здесь также играли. На следующий день в ответном поединке университет был готов забрать очередные очки у «Динамо», а гости взять реванш. Тут сыграл класс и опыт. Волейболисты из Челябинска уверенно выиграли встречу. В сухую – 3-0. Теперь команды отправляются на новогодние праздники. Свои матчи в новом году студенты сыграют на выезде 8 и 9 января против магнитогорской магнитки. Артем Гусельников, Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.